Выставка-ярмарка «Содействие здоровому образу жизни» уже стала традиционным событием в календаре мероприятия сентября. Организаторами традиционно выступают Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья совместно с Брестским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты. И с каждым годом популярность выставки-ярмарки набирает обороты. Если в 2005 году она насчитывала 50 участников и 7 тысяч посетителей, то уже в 2012-м это число составило свыше 120 предприятий и организаций и 16 тысяч посетителей. Сегодня прорабатывается содержание консультативных информационных технологий, и этот спектр будет расширен, он будет интересен для нашего населения, поскольку специалисты наших и областных, и городских учреждений города Бреста будут максимально давать информацию, какие сегодня технологии в здравоохранении имеются, именно современные технологии по сохранению и укреплению здоровья, но, кроме того, и, безусловно, по решению тех проблем, которые имеет человек. Главная цель, которую преследуют организаторы выставки – содействие здоровому образу жизни, продвижение услуг, технологий и товаров, содействующих укреплению здоровья и ведению здорового образа жизни. В рамках выставки-ярмарки у любого желающего будет уникальная возможность получить консультацию квалифицированных специалистов, продегустировать вкуснейшую и полезнейшую продукцию ведущих предприятий региона, а также посоревноваться, чтобы получить ценный подарок. Одним из таких состязаний является конкурс «Здоровая семья». Победители этого конкурса ждут хорошие призы, потому что сегодня очень важным представляется формирование модели благополучной, здоровой, успешной семьи, имеющих не менее двух детей, и способные к духовно-нравственному развитию, саморазвитию. И для нас, для государства, очень важно, что «Здоровая семья» – это та среда, где формируется здоровье. Ярмарка «Здоровье. Содействие здоровому образу жизни-2013» – уникальная возможность поделиться опытом, найти партнеров по продвижению идей формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, совместных разработок, технологий и оборудования для сохранения и укрепления здоровья. Продолжение следует...